всем привет с вами канал все про android и сегодня речь пойдет о приложении которое называется color status bar плюс данного приложения в том что она работает на смартфонах которые не имеют root прав то есть если у вас нет root доступа данное приложение все равно будет работать на вашем android устройстве второй плюс и самый существенный в том что приложение дает возможность настроить строку уведомлений и вот эту вот шторочку как вы понимаете на ваше усмотрение минусы во первых то что приложение не работает на версиях android ниже 4 и 3 невозможность настроить прозрачность строки уведомлений но есть возможность настроить прозрачность вот этой вот шторочки это как бы к плюсам. В том, что данная панель уведомлений вместе со шторкой, она вылетает в некоторых приложениях. Например, у меня в запущенных играх, если я потянул шторку, то вылазит родная шторочка. Ну, а так в общем перейдем к настроечкам, к самому приложению. Сейчас я покажу, как это все дело выглядит. Вот так вот все это дело организовано и выглядит. Вот так выглядят значки. Я воспользовался темой из приложения. И сейчас посмотрим, что можно сделать и какие настроечки можно применить в данном приложении. При первом запуске вам необходимо поставить галочку Enable Color Status Bar, чтобы приложение было активно и работало на вашем смартфоне. Вторая настроечка это установка часов в середину вашей панели уведомлений. Третья настроечка показывать батарею в процентах и Use Flip Quick Setting. Это то, что именно значки будут организованы вот такими вот плитками. Если вы уберете данную галочку, то значки будут отображаться вот в таком вот фоне. Это уже кому как интересно. Есть даже такая возможность. А сейчас перейдем к темам и посмотрим, что можно сделать с данным приложением. Помимо того, что в приложении есть множество всевозможных тем, которые уже были созданы, вы можете создать свою тему. Все это дело выглядит вот так. То есть в выбранной теме вам достаточно будет нажать на определенный параметр для того, чтобы изменить цвет, цвет текста. Сейчас быстренько поклацаем. Вот видите, изменился текст. Если вы хотите изменить допустим, саму шторку, можно изменить саму шторку. Вот так вот видите, что цвет Status Bar меняется. В общем, все вот эти вот настроечки цвет часов, цвет всех обозначений. Это все меняется. Достаточно кликнуть на желаемом параметре и все будет изменено. Все выглядит довольно-таки интересно. Есть возможность настраивать прозрачность для некоторых функций. Вот этим вот ползуночком будет настраиваться прозрачность. Поставим посерединке и посмотрим, как это все дело выглядит. То есть все параметры, они абсолютно меняемы и абсолютно настраиваемы. Выбирали, нажали цвет и все это дело изменяется. Есть возможность для некоторых подфункций выбирать допустим какое-либо изображение. Ну, не знаю, чтобы выбрать любую картиночку из вашей галереи и применить данную картинку и она будет выбрана. Здесь можно изменить настройки, когда статус бар открыт. Все автоматически настраивается, все меняется. После того, как вы настроите цвет, подстроите панель уведомлений и шторку под себя. Вам достаточно будет нажать на иконку сохранить, дать название данной теме. Сохранить данную тему. Выйти из приложения и после чего найти тему, которую вы я вот тут видите сколько тем наделал всевозможных. После того, как сохраните тему, вот мы ее сохранили, можно будет ее применить, тема сразу применяется и все, что мы хотели, все получаем на нашем устройстве. Сейчас флип сделаем, чтобы это выглядело плиточками. То есть абсолютно настраиваемая шторка уведомлений на ваш вкус. Как я уже говорил, что можно применять даже для строки уведомлений определенную картинку. Все это выглядит вот так. То есть в любом случае, допустим, Color это цвет, Image это картинка. Ну давайте выберем еще раз какую-либо картинку и применим. Такой чертик наверное не получится, потому что давайте вот так сделаем и посмотрим, как все это дело видит. То есть можно сюда поместить изображение и данную темку потом применить на своем смартфончике через сохранение. Обязательно задайте имя, чтобы вы потом нашли данную тему. Вот так вот выглядит данное приложение. Темка сохранена, вот наша темка, достаточно кликнуть на ней, она будет применяться. все великолепно отрабатывает, все великолепненько настраивается, так что думаю, что многим приложение данное понравится и не захотят воспользоваться им на своих Android устройствах. Внизу в описании ссылочка будет на Play Market, так что качайте, устанавливайте и меняйте свой смартфон или планшет на свое усмотрение. На этом буду заканчивать, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, до новых встреч.